Жители Новосавиновского района города Казани теперь могут быть спокойны за рощу вдоль прибрежной Казанки. О том, какую работу провели экологи Казанского университета на территории улицы Гаврилова, узнаем в сюжете нашего корреспондента. О прибрежной зоне Казанки вдоль улицы Гаврилова говорят уже с сентября прошлого года. Тогда мэрия города Казань отметила, что жилой застройки на этой территории не будет. Весной 2021 года экологи Казанского университета начали исследование для обоснования статуса особо охраняемой территории. Работа закончится уже к октябрю. Жители улицы Гаврилова города Казани давно озабочены тем, что на роще вдоль прибрежной Казанки построят новые жилые застройки. Но из-за неоднократных обращений жителей района в администрацию, мэрия города решила, что на территории Новосавиновского района действительно не хватает общественных пространств и парков. Застройку перенесли в район речного порта. В прошлом году к нам обратилась инициативная группа жителей с просьбой исследовать состояние территории на предмет выделения в качестве особо охраняемой природной территории. Красивые ваншафты, которые привлекательны для отдыха населения, потому что население ведь рядом живет. И поэтому для них это было важно, для них было важно сохранить эту территорию. Они даже проводили акцию «Обними Гавриловскую рощу». Вот и Гузель Хамедулина, жительница улицы Гаврилова, рада, что скоро роща присвоит статус особо охраняемой природной территории. По ее словам, все жители с удовольствием приходят сюда на прогулку и даже выходят на субботники. Мы-то здесь живем, вот мы через дорогу перешли, это ближайшее Лебяжье или там где еще островки ехать. Это все далеко, конечно, сохранить. А мы прямо все побережье, вот всегда чистили. Сейчас вот администрация присылает этих рабочих, есть вот с этими несколько раз, вот видели, с пакетами приезжают, забирают. Экскалатор как-то приезжал в благодарность, спасибо огромное. Роща на улице Гаврилова – остаток естественного пойменного леса, правобережья реки Казанки. Здесь можно увидеть своеобразный водноболотный пейзаж, явники, осинники, березники и даже заросли облепихи. Исследования экологов включают в себя полный цикл наблюдений. Мы провели исследование физически, зоологически проводим, у нас еще не все завершено. И рассматриваем эту территорию в качестве возможной особо охраняемой природной территории, это тоже очень важно. Также экологи изучили, какие маршруты в дальнейшем можно проложить на территории прибрежной Казанки в качестве маршрутов экотуризма. К слову, экотуризм направлен на отдых на природе без нанесения вреда окружающей среде. Мы рассматриваем эту территорию с точки зрения возможности использования для экологического туризма. Может быть, 2-3 маршрута придумать, как устроить эти маршруты, чтобы люди ходили и понимали, в чем природная ценность этой территории. По словам Нафисы Менгазовой, решение о том, что это будет особо охраняемой природной территорией, уже принято. Исследование ученых Казанского университета будет являться для этого обоснованием. Они подготовили большой отчет и передали в соответствующие ведомства. Энджими Небаева, Фарид Захидоглы, Универньюс.